Я сейчас вырабатываю с Жулианой. Дело в том, что где-то 40 минут тому назад похитили из дома, похитили в буквальном смысле, переодеты под рабочие, которые ремонтировали соседнюю квартиру, какие-то спецпризрачницы, в каких формах рабочих. Журналиста Рустави Туайта, крупнейшая грузинская телекомпания, самая лучшая телекомпания, наверное, на постсоветском пространстве. Журналиста, который здесь работал много лет, у него была аккредитация от Министерства информации Украины, Томаса Шавшишвили. Он также освещал мою деятельность, поэтому с ней связано это похищение. Надели мешок на голову, наручники и увезли в неизвестное направление, но я поехал в Жулиану, потому что в прошлый раз ехали в Жулиану. Дело в том, что еще похитили моего бывшего охранника, это Зураб Цинцадзе, похитили двух грузин, которые в одном данный раз еще одного, которые сражались за Украину в течение двух лет на Востоке, имели награды и очень героически сражались. И потом они готовили украинских бойцов, это опытные грузинские офицеры, которые готовы были сложить жизнь на Украину, так же, как их собратья, мы там, грузины погибли, там, 12 наших офицеров погибло, совсем недавно, последний груза погиб, и вот так обращается с этими людьми лживый и подлый президент, которому плевать на то, что люди здесь сражались за Украину, потому что он своих детей туда не отправит сражаться, ему плевать на то, что свободное слово, информация, у него телекомпания, но они похищают журналистов, у которых нет вообще других целей, как собирать информацию и распространять. Это элементарно. У нас был Майдан. Вы понимаете, о чем идет речь? Человек-журналист. Российских журналистов, на российских журналистов, которые реально ведут информацию на войну против Украины, они мешки-то взрывают на голову и наручат. На прямую связь из Киева выходит Ольга Турченинова, у нее узнаем все подробности. Подробности узнаем Ольге Турчениновой, она на прямой связи из украинской столицы. Спасибо, Ольга. На прямой связи из Киева была наш корреспондент Ольга Турченинова. В Киеве работает наш корреспондент Ольга Турченинова, она на прямой связи со студией, у нее узнаем все детали. Все детали узнаем у нашего корреспондента Ольги Турчениновой, она сейчас работает в Киеве. Ольга, приветствую вас. Итак, ждем подробности, где сейчас находится подозреваемый, и что ему грозит, и что вменяют. Доброе утро Мария, но Александр Аваков пробудет в следственном изоляторе как минимум до того момента, пока ему не изберут меру пресечения. Не надевают, потому что он договорился с Медведчуком. Это история, когда Медведчук пленных меняет, это история, что они вместе делают автоказ, это история, что Рабиновича они продюгают. Порошенко договаривается через Медведчука с Путиным, Порошенко идет на сговор с врагом, потому что вся эта история связана со мной. Меня хочет арестовать Путин. Это Путина задание. И то, что Порошенко идет шаг за шагом выполнять это задание, это чисто путинская игра, кроме того, что он меня боится. Я абсолютно точно утверждаю, что охотиться на людей, которые сражались против России, охотиться на журналистов, которые помогали компании против России, на журналистов еще раз подчеркиваю. Это не просто действие напуганного, лживого человека, но это действие человека, который вступил на путь сговора с худшими врагами Украины и Грузии, кстати. Поэтому я не боюсь тебя, Петер. Делай, что хочешь. Я все равно вырвусь и все равно прорвусь. Я все равно олигархат загоню гугл. Я все равно буду побеждать вместе с народом Украины. И против Путина, и против олигарха, и против лживой продажной власти, которая в первую очередь продает интересы собственно народу. Я буду это делать. В следующий раз, может быть, меня сюда привезут. Но я Михаил Саакашу, я никогда не сдаюсь, я не опускаю руки. Тем более с живым и подлым парыгами я не сдаюсь. Буду сражаться. Вот я тут в жулянах. Можете присылать свои спецназы, можете, давайте. Как вы только что сделали сегодня утром с нашими журналистами. Но меня вам не напугать. И тем более не сломать. Вы потерпите поражение. Обязательно. Я вам обещаю. Слава Украине.